всем салют третий урок поговорим об анализе рынка как правильно выбирать позиции чем руководствоваться и все в этой теме короче смотрите если вы живете в больших городах там санкт-петербург москва екатеринбург нижний новгород короче везде где есть брендовые бутики они везде есть в крупных городах в москве там этот сумм всякие монобрендовые бутики ну конкретно представители бренда в петербурге длт ну и в других городах я там уж по названию не знаю ну короче сами найдете они везде есть не обламывайтесь заходите прям путик подходите консультантам и расспрашивать их что вам нужно спрашивать спрашивайте какие позиции больше всего продаются что сейчас в тренде чего нет в наличии потому что многих позиции реально нет и вы на этом вы можете офигенно заработать бабок потому что когда какого-то товара нет бутики в интернет магазинах на него повышенный спрос соответственно выставлять такой товар на площадках у вас офигенная вероятность того что его очень быстро купят ладно не переборщить с ценой так что запоминаем ходим по бутикам базарим с консультантами и материально нравится они вам дадут всю информацию им приятно поболтать с человеком который там что-то шарит или просто интересуется не просто хочет у них какой-то шпот купить короче они всегда за меня не стесняйтесь они вам помогут тем более они даже не знают купите вы или нет может быть потенциальный покупатель вот если у вас нет возможности пойти в бутик на если в городе нибудь и кофта просто заходите на самые крупные интернет магазы даже можно заходить на тот же на сайт сумма на мистер портер на луиза и романа мэйс фэшн на и там смотреть по актуальности какие какие позиции во вкладке актуально и висят и также можно выбирать там какие-то самые дорогие сумки ну там обувь не знаю сумки и худоки и смотреть что больше всего распродано продать если нет в наличии там солдал там м ки рейки это вот как раз таки размер нам заказывать потому что надо это уже тут уже речь об актуальности размеров если вы не знаете какие размеры вам брать для продажи да просто смотрите чего не в наличии значит это и надо продавать ну и также можно еще там если в россии и вас нет в городе бутиков просто позвонить туда же в питер или москву и поговорить спокойно с консультантом то есть это тоже приветствуется и он там расскажет позарились консультантами выяснили какие позиции сейчас актуальные часто и заказывать но не торопитесь вот выберите вы выбрали до позицию допустим это какая-нибудь там удар или сумка ну допустим куда вы заходите на ту площадку на которую вы хотите его продавать вводите название этого худока и ищите сколько еще предложений на этой площадке тут грубо говоря если там блин 16 предложений плюс-минус все одинаковые цене то смысл туда заходить нет с этой вещи потому что ну малая вероятность того что у вас все быстро купят а если вы думаете блин сейчас поставлю короче цену там два раза ниже чем у всех у меня все пройдет тоже нихера так не делайте объясню почему когда мы продавали еще первую методичку и наблюдали со своими учениками потому что мы всегда видели где наш товар и кто выкладывает на грейл там мы смотрели за этими объявлениями пацаны начали просто демпинг жестко цены то есть там когда худак стоит на реселе там тысячу сто долларов они начали ставить за триста за четыреста за 250 значит то это блин вообще дичь и много в лицами башкой при этом при этом реально там цена снижалась чуть ли не каждые там пять часов типа они думали вот сейчас это выложим не будет первых пять часов на если если вы выкладываете на площадке какую-то позицию там за тысячу баксов ну или там сумку на авито за 100 тысяч рублей то не надо и у вас и не покупают нет вопросов не надо снижать цену там сразу же выложились за 100 тысяч подождали дня три даже больше на самом деле чтобы не было подозрений подождали дня три нет ничего но снизили там тысяч на 10 может быть цену на 5 до плане авито еще не стремитесь использовать поднятие за деньги она там стоит копейки типа там на 500 300 рублей тысячи ну там зависимости от пакета который выберите она реально работает проверено тысячу раз когда делаешь поднять начинать до хера писать сразу просмотрю повышаются это очень работает не искупить вот когда вы выбрали уже ей до вы заходите посмотреть сколько вообще таких позиций продается и вы также должны обратить внимание не только сколько таких позиций продается как оригинал еще должны про посмотреть сколько копит но продаются ли копии такой позиции но если на виду допустим выбрали сумку там или тонкой пошли митис заходите на авито смотрите по каким ценам продают оригинал много ли продают и также смотрите сколько объявлений вообще копии такой сумки есть если копии до хрена то сразу отметать до позиции выбирать другую короче ваша самая главная цель быть уникальным на рынке короче если у вас офигенно подобран товар то это блин просто 90 процентов ваших продаж потому что вы будете как бы востребованы поэтому очень кажется типом вот мы все расслабляет все вода но на самом деле это одно из самых главных то что вы должны правильно выбрать товар это блин топовая позиция которая пользуется спросом который сейчас там популярно правильное описание хорошие крутые фотографии ну и все и это читайте 90 так ну и все определились с товаром все уже точно выбрали вы уже заказали он к вам едет надо определиться с ценой и как вы его продаете мы советуем всегда продавать вещь как был бывшего потребления потому что меньше подозрений меньше вопросов легче работать с возражениями покупателей этому тоже будет уже в другом уроке в общем подаем как был если нужно и но как вы скажете блин а как продавать вещь как будет она новая не стремайтесь блин можете реально походить там в ней один день в кудаке там взять кроссы не ходить даже в них по улице просто пройдитесь пока как по комнате видно образуется там естественный залом и видно будет что их одевали сумка можете там погулять с ней дать насчет сумок ну да с его не видеть просто можно написать но не надо даже ничего писать что просто можно сказать в переписке она носилась один-два раза и все это после одного-двух раз на не будет никаких следов и поэтому вещь новая практически как новая да поэтому короче мы советуем вам продавать вещи как бывшее употребление по поводу цены цену надо ставить где-то на 30 процентов меньше чем она продается в бутике но опять же это касается только тех позиций которые не sold out не востребованы и не лимитированы потому что если позиция лимитированная либо на нее повышенный ажиотаж обычно на ресейле она стоит дороже чем в бутике это вы тоже должны понимать это вы тоже должны отслеживать это все можно посмотреть на таких площадках там как стоп x там очень много позиций которые на ресейле стоит дороже чем они продавались в день дроба поэтому анализируйте еще раз анализируйте прежде чем даже у вас бы сейчас возможность а заказать там одну или две вещи по себе стройности зависимости до вашего пакета не спешите не торопитесь сначала пройдите весь курс до конца посмотрите все 10 уроков потом все посидите отдохните все у себя в голове уложить и просто берите себя в руки займитесь анализом поможете еще раз просмотреть все уроки точно выберите для себя шмотку мы не будем вам помогать вы не будем вам говорить какую вещь выбрать потому что понимаете если мы вам скажем сейчас два там вас 80 человек на курсе типа покупайте вот такую-то сумку у и витона или сам лоран или у такой-то худак боленсяга вы как баран побежите и купите 80 человек там одинаковые сумки с ними зайдете на площадке и пиздец вы не продадите и потом скажете что мы хуйню сделали для вас и ничего у вас не получается поэтому мы вас учим думать это же просто один раз совершили такую ошибку когда при продаже первой методички всем говорили примерно что худаки гучи разлетаются быстрее всего и все начали закупать и худаки гучи худаки боленся да это реально было так пока и зашли все наши ученики и кроссы жорики с офлайтом до миха мне кажется мы вообще а раньше там просто нагрел не был переизбыток да и мне кажется в реальность только не изготовили сколько мы наших копий было тем не менее все равно люди продавали полторашки евро просто улетала как нефига грелка обрубила россию просто от этого всего ну короче ладно не будем о грустном в общем наш главный паспорт для вас учитесь думать и это наверное главная особенность этого курса мы хотим научить вас думать анализировать и не просто действовать по шаблону это самое главное типа включайте мозги какой итог нашего третьего урока вам нужно уметь анализировать и для вас будет следующее домашнее задание если опять же вы в больших городах идете в бутик и делаете все что мы вам до этого рассказывали то есть вы выдавайте информацию определяетесь с объектом объектом в своей продаже а если там из маленьких городов за делать это все в интернете или с помощью обзона поэтому задание будет такое вы выбираете позицию проиграть все площадки еще раз все фильтруете и присылаете нам на почту ту вещь которую вы бы сейчас продали ну либо несколько вещей ну да там давайте сделаем что было посложнее 3 выберите 3 позиции из разных категорий то есть из вещей из сумок из обуви допустим выберите 3 топовые позиции которые бы вы сейчас продали и по вашему мнению они бы ушли быстро на всех площадках так что ждем ваших заданий